Народ, который не помнит своей трагедии, своей истории, переживает их заново. Вот почему в работе с детьми и молодежью важно сохранить преемственность и христианских, и исторических традиций. В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне в Бобруйской епархии прошел молодежный крестный ход. Крестный ход к могилам павших воинов в урочище проще Осиповического района был организован отделом по работе с молодежью Бобруйской епархии совместно с казачьим братством в честь Александра Невского. Участники почтили память погибших и совершили традиционный благодарственный молебен в храме в честь иконы Божией Матери Живоносный Источник. И вот все соединилось в сегодняшнем дне, в этом празднике. Память наших воинов погибших, слава Победы, в том числе и сегодняшние события на Украине тоже для нас имеют огромное значение. И мы молимся об украинских наших братьях сегодня. Сделать события не только поучительным, но и радостным, запоминающимся, помогли казаки. Члены братства в честь святого князя Александра Невского дали несколько мастер-классов и даже концерт. Мы растим детей, растим внуков и хотели бы им привить то светлое, святое, что когда-то владела православная Русь, чем она была сильна и непобедима, что и сегодня возрождается и это показывает. Сплощает все-таки вера. О том, что происходит из семьи потомственных казаков, занимавшихся поставкой служебных лошадей по всей дореволюционной России, Анатолий Скитович узнал уже став членом казачьего братства. Это стало дополнительным стимулом к тому, чтобы узнавать, сохранять и передавать традиции казачества, неразрывно связанные с православием. А еще Анатолий увлекается народной музыкой. Он считает, что казачья песня – это не украшение жизни, а сама жизнь. Ну, а сейчас уже, придя к поклонному возрасту, скажем, больше мы переживаем за наших детей, за наших внуков, и мы стараемся им привить то светлое и хорошее, что осталось к нам от предков наших. Как говорится, казак без лошади – сирота. Поэтому с особой радостью участники встретили не только брат Александра, но и его лошадку. Любой ребенок, он даже если боится, он все равно тянется к лошади, и его, ну, как бы все мечты сводятся к тому, чтобы сесть проехать, погладить, покормить. Сам Александр сел на коня в 44 года, но, как он говорит, гены взяли свое. Ведь и у казаков, и вообще у славян мальчиков сажали на коня в самом раннем возрасте. Жеребенок рос вместе с хозяином, а в бою понимал его именно с полуслова, а управлялся ногами, ведь обе руки были заняты оружием. Такое общение, когда с нами наши дети, когда все это происходит на их глазах и с их участием, естественно, это все откладывает положительный отпечаток на воспитание и на общение. За праздничной программой участники не забыли о главном – почтить память павших на войне героев. Это были взятые в кольцо окружения кавалеристы. После посещения места захоронения, крестный ход прибыл в храм иконы Божией Матери «Живоносный источник», где был отслужен молебен. Мероприятие почтил своим посещением и преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский. Во время молебна участники просили упокоения душу собших героев, благодарили по сложившейся традиции за дарованный мир и просили даровать мир там, где он требуется сейчас более всего. Беззаконие прекратятся. Истинно же любовь до царства, это в людях земле украинские. Морь без себя спасителя. Хочется верить, что юные участники крестного хода восприняли все события не только разумом, но и сердцами. Информационный портал «Собор.Лай» для телеканала «Союз» при поддержке компании «ШТМ-Плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова